Привет, ребята! Вы на Live Today, а как вы знаете, Live Today это канал эксперимента. Сегодня мы сделаем социальный эксперимент. Назовем его так. Бери сколько хочешь, плати сколько можешь. Мы сделали такой вот столик, на котором будут расположены разные ништяки. И кроме того, здесь же будет находиться коробочка под деньги. Идем, скупляемся в супермаркет, выезжаем, снимаем. Со вступлением не затягиваем, кому понравится, подписываемся. И давайте, начинаем. Погнали, погнали, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Сола, корица. Это продается или малоимущим? Продается. Это продается малоимущим. Еще не открылась точка. Дима, смотришь? Вот, все, фокус. Нету фокуса. Это раньше, бля, фокус есть. Когда вижу пиво, тогда фокус есть. Сахар, в какую цену? Прошу передать привет. Кому? Куда ты? Выиграл я этот фокус. Нет, ты не выиграл. Фокус. Оп. Блин, неплохой у меня фокусник. Прикинь, я так само могу, только другой палец. Ух ты, ничего себе. Крутой ты чувак. Пешел. А, сколько ты заплатил за что? За это? Да. А я там знаю. А надо знать, сколько же у нас стоит. Зачем? Ну, это какой-то прикол, конечно. Скинь грош, я уже сказал, иди ты сиди. Уже можно начинать? Конечно. Вы сами сама обслуживаете. А там отберут, да? Да. Снимай. Не бойтесь, все хорошо. Так, ну что, первая у нас акция, бери, что хочешь, плати, сколько можешь. Пока у нас только одна женщина, уже прошло 20 минут, и пока только одна женщина подошла, забрала гречку, сахар, чипсы, по-моему, и ушла. Но она еще стояла, когда мы раскладывались. Вот такая любопытная женщина была, уже изначально все расспрашивала, а теперь мы сидим, блин, 20 минут, люди проходят, читают, наверное, не верят. Туда поставили бутылочку пива. Только мы выставляли пиво, сразу алкаш какой-то пробежал и хотел забрать ее, но мы сказали, подожди чуть-чуть, короче, добренькими словами, так вот. Сейчас мы расположили наш столик возле рынка. Тут ходит категория людей возрастом, наверное, за 40. Ну, по крайней мере, средний возраст здесь точно больше 40. То есть проверяем, скажем так, старшее поколение, насколько они верят в чудеса. Люди, люди. Не знаю. Давай, давай, давай. Пойдем. Так, ребята, ну получается, какая картина. Сидим мы здесь уже более полчаса, наверное, если даже не больше. Ну, напрашивается вывод. Конечно, это чисто субъективное мнение, но наша пропаганда ящик работает правильно. Надо людей запугивать, чтобы люди всего боялись, чтобы не верили вообще ничего хорошее, а светлое. Старшее поколение точно всего боится. Бабушка боится, что заберут. Другие люди не верят. Третьи думают, что там, наверное, какая-то отрава. Старшее поколение в жизни уже настолько разочаровано, какую-то халяву уже дыну давно не верят. Что, будем менять место дислокации? Ну, в парк, к примеру. Ну, больше молодежь такая будет ходить. Ну, по крайней мере, люди будут помоложе. Ну, уже проверили. Старики не верят, старики разочарованные, да, все, они просто проходят, читают и идут себе дальше. Первый пошел. Можно взять, что хочешь, и заплатить, сколько хочешь. Так и радится, идем. Просто чисто интересно, вот, если бы у нас такое проводили. Ой, я хочу, я любаясь попробовать. Что, что, что? Мне кажется, ну, здесь половину уже разобрали. Супер, ты, зашприкинь, ты можешь взять колу и заплатить 3 гривна. А я копеечки заплатил. Блин, меня вот та камера напрягает. Надо пошукать, бухай, надо бы сейчас десятку, я себе возьму чипсики. Что тут стоит меньше десятки, явно? Ничего. У меня только гривня 25. У нас есть. А я хочу чипсы. Чай. Ну, давай я с тобой скину. У нас есть чай, пацаны. Давай. У меня столько 7 штук есть. Давай, ты, 3. От моей линии. Мне кажется, мы переплатили, можно взять еще бутончик. Не, пошли. Ну, ладно, пошли. От моей линии. Спасибо. Что такие скромные, я фигею. Блин, заплатить десятку, или сколько они там накидали, и взять только чипсы, ай-яй-яй. Смотрите, какая у нас будет. Ай-яй-яй. Жить, красиво. Ай-яй. Ай-яй. Сколько дать им прощат? Что такое? Да. Ай-яй. Нормально. Кто-то снимал? Это вам. Не, это мои, я вам даю. Спасибо. Короче, не только мы людям помогаем. Буквально за 20 минут, может быть, чуть-чуть больше, разобрали почти все. Осталось, наверное, котов ни у кого нету, детское питание, там, мыло. Ну, понятно, кому надо мыло. А так, в принципе, разобрали. Люди-перстанчики, молодцы. Что, ребята, меняем мы место дислокации и уже поменяли. И переехали от ТРЦ к выходу с метро. Люди будут, вы какие-то вставшие там, идут себе, а тут на тебе стол всяких вкуснях, и на нем теперь будет новая табличка. Бери бесплатно. В прошлый раз, конечно, наш стол ограбили просто жестко. Возле развлекательного центра все выгребли, поэтому нам пришлось заехать по-новому. Искупиться, набрали новых ништяков. Никерсы, баунти, ММДМсы. Детские киндеры, кстати, в прошлый раз их даже не было. И самое главное, теперь здесь будет еще и айфон. В коробке пусток, в коробке доллары. Доллары это тоже облом, потому что это будтофорские президенты. Сейчас прикручиваем и встанем в коробочку. Опачка. Я сам не пойму. По-моему, это кидовало. Да. Надо там портфель открывать, да. Витек, тормози, снимай. Снимай, тормози. Пацаны, это все прикол. Вылаживаем все назад. Сильно много взяли. Ну, неправильно сделал, согласен. Ну, ладно, поделись окучем. А у нас компания большая. Очень большая. Это что, в интернет вылаживает? Ну, да. А в этом взяли хотя бы. Да, вот такие у нас есть. Не одну вещь взяли себе, каждый по одной, и все. Все выбрать? Все выбрать? Деньги мы подали. Только что пацаны зашли, короче, ограбили полностью наш стол. Вообще они оттуда вынесли все, напхали себе в рюкзаки, в сумки, в карманы и давай валить. Ну, короче, Витек их догнал, заставил все выложить. У нас, конечно, такого договора не было. Дети я чисто импровизировал. Ну, правильно, не честно. Хотелось бы как-то, чтобы детям каким-то досталось, а то таких-то два пацака у тырка. Пришли, все, загребли и давай валить. Ну, они все равно, кстати, что-то их Витя заставил выложить, они выложили и давай, короче, по ногам. Вот это было, конечно, смешно. Что, давай следи дальше. Это для чего? Не знаю, для чего. Но маленькая пленая. Да, точно. Люди, по-моему, в Возьми бесплатно не верят в то, что надо заплатить и потом взять, это как-то более честное и более справедливое. Поэтому все проходят мимо, бесплатно брать не хотят. Ну, вернее, были, конечно, пару человек, которые взяли один наглый, там, жестко. И так, по мелочи. Большая часть людей, кстати, даже независимо от возраста, дети, взрослые, подростки проходят мимо. Женщина, которая подметает, не знает, что вообще делать в такой ситуации. Ребята переходят дорогу, только что думали, и уводят их, плачут. Почему мы ничего не взяли? Музыка. 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 Давай-давай-давай, девушка. Молодец. Оглянулась и пошла себе, и побежала-побежала правильно, надо убегать, стоят себе на пешеходном переходе и думают, блин, вернуться, не вернуться, вернуться, не вернуться, давай, 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 бери на всех, давай, что, никто не, оп, молодец. Пацанчик, давай-давай, смелей, смотри, айфон, а там доллары, еще что-то рассказывает, ну давай-давай, анализируй. Ну, уже в интернете пранк вот этот, типа, не, хватишь деньги, да, сколько хочешь? Ну, написано, перепис банк, что такое притумал, когда я возьму телефон, а так скажут, остановитесь в сале, ну, если бы сейчас, у вас есть такой телефон, как? Ну, нет, такой, не такой, ну, и что? Ну, просто, можно в ютубе найти пранк. Прикиньте, они только-только камеру спалили, ай-яй-яй. А я думал, молодой пацан должен был сразу это понять. Две минуты стояли, значит, мы красавчики, мы ее хорошо зашифровали туда. Давай, дольца, бери, не стесняйся. А, мама показывает, смотри, там вон деньги лежат, что тебе взять, вон, смотри. Или киндер, что ты делаешь? О, киндер. Бери денег, положи туда в коробочку. Ну, положи в коробочку. Правильное воспитание. Молодец. Чувак вокруг ходит много раз. Монтально стоит. Лучше бесплатно не обратился камер в дом. Ну, он уже сказал, что там камера видно. Вот, смотрите, камера, ну, хорошо, камера. Ну, это же не значит, что нельзя взять. Бери. Не стесняйся. Че, ничего нельзя? Вот, пацан ходит, смотрит вправо, влево. На всех людей, все ему кажутся подозрительные. И вообще, вся эта ситуация какая-то, ну, неправильная. Ну, не бывает же бесплатно. Ну, как так-то? Интересно, решится или не решится? Ребята, делайте ставки. Пишем в комментариях. А еще лучше мы вам сейчас голосовалочку сюда вставим. Возьмет или не возьмет? Но стоит он уже здесь минут 10. Чувак, топтался, топтался. И походу сдался. Он все-таки развернулся и ушел куда-то в неизвестном направлении. Да, смелости не хватило ему. О, пацан вернулся, пацан, который говорил, что сдастся, он вернулся. Не, я, конечно, уже сомневался, но он трус. Девочки оказались намного смелее, чем этот чувак. Ну, давай, ну, давай. Че-то рассказывает, объясняет. Слушай, че ты там наваливаешь? Страшно. А что здесь? Развод. А? Развод. Да ты шо, мы тут ажиотаж создали вокруг этой всей движухи. Типа, бери шо хочешь, шоу. Открой, посмотри, потом бери. Там шоу на меня, ну понял? Мне закусить надо, орешки можно собрать? Преступление, когда все совершаются? Ночью. Как только стемнело, буквально 5 минут назад стемнело, и люди стали поактивнее, люди стали больше подходить, больше интересоваться, что-то брать. Они обступили. Толпой интереснее все делать. Пока все вступили, другой думает, да ладно, я что-то возьму, пока никто не видит. Главное, чтоб камеру не сперли. Да. А, и он показывает, вон камера, смотри, я тут уже давно выкупил, я тут уже трус полчаса хожу. Что, может реально по батончику возьмем? Сейчас сфоткать, ну не сфоткать. Сфоткать что-нибудь. Тёма и Витя подошли и создают ажиотаж. Они сами тут стоят и сейчас накручивают чуваков. Чувака вот этого труса накручивают. О, Тёма и Витя что-то взяли и ушли. А ссыкота стоит до сих пор. Уже девки подошли взяли, уже пацаны подошли взяли, свои же пацаны подошли взяли. Блин, ребята, про этого чувака, походу, реально надо отдельный видос пилить. Он понял, что всё, можно брать. И тут подходит чувак, кладёт деньги и уходит. И всё, и у него теперь внутри опять всё перевернулось. Как так? Он на таком, короче, распятии, он как Илья Муромит сейчас. Он не знает куда ему, вправо, влево, впрямо. И он вот реально его мучает. Вот это мы сделали чуваку день. Ну, пацан, кстати, который деньги положил, вернулся. Посчитал, наверное, что много положил, мало взял. Да, наверное. Всё, движуха, конечно, вообще не шла. Мы выставили стол, шло время. Бесплатно брать никто ничего не хочет. До тех пор, пока не стемнело. Как говорят, что когда происходят все ограбления и преступления? Ночью, когда темно. Вот так вот и получилось. Как только стемнело, за полчаса вынесли всё. Потому что доллары даже бутафорские забрали с нашей коробочки. Да. Вот. Ну, да, не всё. Оставили детское питание. Котики, наверное, у кого-то всё-таки есть. Потому что хитикет, или как он там назывался, ну, короче, его забрали. Ну, осталось там по мелочи. Шоколадки, печенька там, мыло самое главное, правильно. Оно никому не нужно. Жвачки. Короче, всё самое интересное и вкусное. Люди забрали, развернулись и ушли. Ну, один чувак там, это просто, на, красавчик. Про него отдельный видос надо делать. Не все решили, что надо брать бесплатно. Некоторые всё-таки бросали деньги. Но были и такие, которые подходили, просто бросали деньги. То есть люди всё-таки у нас хорошие. Им лайк, нам лайк. Я уже намекнул, по-моему, по максимуму. Так, ну чё, немножечко математики. Значит, пересчитали мы все деньги, которые нам накидали. И получается у нас здесь 202,50. 202 гривен и 50 копеек. Второй момент. Осталось у нас товар на 273 рубля. А скупились мы на... Вот мы посчитали, под бум-чеком у нас получилось 995 гривен 44 копеек. Итого, ребята, мы в минусах. Почти на 520 трубосей. Такая вот небольшая математика, такой вот социальный эксперимент. Всё, пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok